Ветхие теплосети в здании школы, ремонт санузла в детском саду. С такими не только проблемными вопросами жители Карачаевска обратились к главе округа Али Семенову. Все подробности с приема граждан в репортаже Александра Коваленко. В зале присутствуют представители различных ведомств, готовые ответить на все острые проблемы граждан здесь, на месте. Своими силами разрешить вопрос ремонта санузла группы Мишутка детского сада «Солнышко-8» Карачаевска родители не в силах. Свои просьбы они озвучили лично главе округа Али Семенову. Вы расчеты какие-нибудь провели? Сколько денег надо? Сколько надо денег? Сразу вас пугать. Сразу пугаете? 200 тысяч. Работа и материалы, и все, все, все. Вот это все, это 200 тысяч. Но сделать так, чтобы после нас, если этому садику лет 40, он в таком состоянии, наверное, когда не делался, чтобы 40 лет еще после нас осталось тоже. Родители воспитанников детского сада поделились с главой Карачаевского округа тем, каким они хотят видеть санузел в группе после ремонта. Всего лишь одна раковина, детей 35 человек. Это естественно, они приходят с улицы, и им просто не хватает. Они стоят все в очереди, чтобы помыть эти руки. Опять же, два унитаза у них только. Тоже мало. Жительница Тиберде Марина Кубанова на приеме граждан озвучила сразу несколько вопросов, как личного характера, так и от жителей курорта. У нас детских площадок вообще нету в Тиберде, на Красной Поляне. Мы ходим, пожилые люди, спотыкаемся. А как детям быть? Детские площадки? Детских площадок нет у нас. Али Семенов дал поручение разобраться в этом вопросе. Абзат Назирович, вы посмотрите между пятиэтажкой и девятиэтажкой место. Вынесите нам это место где-нибудь, чтобы мы площадку поставили. Хорошо? Хорошо. Ветхие трубы системы отопления, которые уже не поддаются ремонту, по мнению заведующего хозчасти Дахира Заузанова, нужно заменить к началу следующего отопительного сезона. Общая проблема – ремонт школы. Школа 27-го года. Ну сколько? 9 лет и 100 лет будет. А капитальный ремонт школы не проводился. Сначала сказали, на 20-й год включили по плану капремонт школы. А теперь перенесли его на 26-й год. Остается год до столетия школы. Али Семенов поинтересовался, есть ли еще в школе номер 5 Карачаевска острые проблемы. На что получил исчерпывающий ответ. Лестничные марши, вот между ними, оно безопасность не обеспечивает детям уже. Где начальная школа. И пришел вот с этим вопросом, чтобы помогли как-то к этому вопросу отнести. Особенно вот по пожарной части чердачное помещение не обработано. Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезачным составом. Выслушав наболевшие проблемы, Али Семенов осмотрел здание школы и лично убедился, что там множество проблем. Ежедневно Дахир Заузанов предотвращает течь, устанавливая хомуты и применяя подложку на трубы системы отопления. Осмотрел глава округа и так называемый санузел в школе. Оказалось, что здесь, у железных раковин, дети моют руки холодной водой. Горячей здесь никогда не было. А туалет находится и вовсе на улице. Зимой в кабинетах тепло, рассказывает завхоз. Но окна 90-летней давности требуют замены. Да и двери не менялись здесь со дня основания здания. А эти хозпостройки во дворе школы уже не помнит никто, какого они года. А вот фасад здания с 1927 года приходится штукатурить каждую весну, рассказывает Дахир Заузанов. Будем помогать полностью. Надо как бы возобновлять все, что было сделано. Тем более к столетию надо приготовить школу полностью. Наружный, внешний вид. Вначале надо видеть все минусы, чтобы к чему-то приходить. Очень рад, что пришли эти люди и обратились. Они сидят, не молчат. Подобные встречи граждан с представителями Думы Карачаевского округа проходят ежемесячно, что позволяет жителям разрешить многие наболевшие вопросы. Александра Коваленко, Аслан Баташев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.